Моя дипломная работа на тему населения мигрантов в Франции в 20-м день. Цель моей дипломной работы — это анализировать концепт населения мигрантов в Франции. Дальше мы вам увидим на слайде. Франция традиционно считается страной мигрантов, поскольку мигранты и потомки составляют значительную часть населения. Приток иностранца во Франции принесет активизовать волны. Первая волна датирует в период 1985-1935 год. В конце 19-го века Франция испытывала недостаток душевой рабочей силы. Именно с этим связан массовый поток мигрантов, в основном европейского происхождения, которые приезжали на базу. Первыми среди них были тоняты. Они занимались малооплачиваемым, дефицитированным трудом, который был выведен местным предпринимателем. Еще один значительный поток мигрантов, который развивается в первой волне, связан с Первой мировой войной, когда большое количество обжидцев было невесомым на фронт, заработавших на дыре страны. Тогда массовая волна датирует началась после Первой мировой войны, когда в первую очередь была с угловой. Во Франции не хватало рабочих групп, а условия оплаты в церкви значительно меньше, чем во многих странах Европы. Мирранты ехали уже не только из Виталии и Герди, но и Испании и Курчины. В первые десятилетия в Великобритании началась массовая мировая северная Африка. Если сначала ехали в Европейской соседшей в Магриме, то в 20-м году во Францию поехали единически арабы. В большинстве своем это были именно временные рабочие, а всегда, когда во Франции они не собирались. Помимо рабочей миграции была и массовая политическая, речь прежде всего идет лучше. А те, кто уехал из Бельжевицкой России, Борис становится для них столицы политической диаспорой. Для советских беженцев, людей, искусств и интеллигенции, которые предстоят против нового правительства. Вторая мировая война привела к снижению числа эмигрантов. Но северо-африканскую миграцию Франция использовала также как во время Первой мировой войны, для прописации людских потерь. С 1936 года, начиная с третьего мировой иммигранции во Франции, которая, как я повторяю, срочная сила трудовой характер. Изменилась в национальной структуре иммигрантов. Получилось так, что пенсионы арабы-выкутцы из стран Франции начали доминировать среди иммигрантов. Доля европейских иммигрантов, испанцев и итальянцев, португальцев продолжала сокращаться, что было связано с повышением уровня жизни в этих странах. В то же время число выкуток из стран Магрибы и Африки неуклонно росло. Четвертая волна, начавшаяся в середине 80-х, отличается от всех остальных изменившимся национальным составом иммигрантов и средней условиями жизни во Франции. Большая часть иммигрантов приезжала из стран Магрибы. Одновременно заметно увеличился приток иммигрантов в страны южнее Тахарии. Заботало сразу несколько факторов. Во-первых, экономическая ситуация в большинстве соседних стран стран выкрепилась, а поэтому радикально сократилось число иммигрантов из Португалии, Испании, Италии. Также в 81-м году был принят захват прощающей семейной иммиграции. В то же время трудовая иммиграция изменилась к семейным. Стали приезжать члены семьи, дети и родственные девушек трудового иммигрантов. В подтверждение в США мы находимся в составе диаграммы численности населения иммигрантов в период 1960-1965 год. Как видно из диаграммы, с 1960-1980 год количество иммигрантов заметно выросло, практически в два раза. В 90-м году во Франции проживало около 6 миллионов, и иммигрантов соответствовало 10% населения. Одна треть из иммигрантов выросли из стран Магрибы. Дальше численность у нас стала незначительная. Для размещения иммигрантов характерно четко выдержанная концентрация. В нескольких районах страны это Полишкан и Детран, Кригори, Дахлеона, Страсбурга и Тулуза, а также Роскровансе, Ложенном берегу, по данным переписи здесь седает до 75% североафриканцев. Что касается социально-экономических условий в районах института 70, то следует отметить, что условия жизни в этих районах очень низкие, повышен уровень заработки и финансовых проблем. В два раза выше уровень визнаторных детей, повышен уровень в последние наркотики, чем в целом по стране. В подавляющем большинстве иммигранты занят на непрестижной, низкооплачиваемой работе, которую в 9 случаях из 10 не хотят выполнять французы. Около половины всего количества иммигрантов занято в сфере обслуживания и торговли. В непромышленности иммигранты работают с сельскохозяйственными рабочими и служащими, уничтожен на прослойке лиц, имеющих высшую квалификацию. Социально-экономическим проблемам иммигрантов следует нести повышение профессиональности и на власть в результате смешанных граждан, что связано, во-первых, с тем, что французские семьи не всегда охотно принимаются за судьбу из иммигрантов. Во-вторых, власти часто вызывают такой союз эффективным, который заключен ради регализации в стране и въезда. Сложность интеграционных процессов иммигрантов первой волны иностранцев европейского происхождения сравнительно легко ассимулировали, что объясняется культурной близостью иммигрантов европейцев. А иммигранты новой волны... Яна Олеговна, спасибо, что Вы нас так хорошо просвещаете. Ближе к заключению к выводам. Каким выводам пришли? Ну, а в качестве вывода, в данном случае, следует отметить, что, во-первых, рассматриваемый период умигрантов умигрантов умигранились в тельце пребывания в стране. Также, в основе, эмигранты теперь не желают перемещаться в более благополучные районы Франции. И, в-третьих, с увеличением численности мигрантов в стране возрос в безработице и в преступности в стране. Из-за чего французское правительство в 2006 году приняло законодательство, новое инвестиционное законодательство, ужесточающей мигрантов политику, которая ужесточается до сих пор, которая делает Франциевым, по мнению правительства, страны избирательной, с разумной мигрантовой системой и позволяет выбирать тех мигрантов, которых она задается. Спасибо. Коллеги, вопросы? Федер, пожалуйста, Вы, я заставлю термин умигрантов умигрантов. Да? Нет, не спросили. Но слышно, что это человек, это государство. Да. И что у нас начало? Оно... Интеграция. Синтеграция. Ну, речь идет сегодня о том, что, собственно говоря, политика мультикентурализма в затопные сроки проваливаются, это признал ли и ведущий политик, и деломерник признал, и, примерно, если не коврика, не признал, и политики молчатки признал. Почему проваливается политика мультикентурализма? То есть процесс интеграции иммигрантов в западное общество? Ну, во-первых, потому что в массе своей мусульмане, они, ну, тяжело ассимилируются, поскольку их, для распределения ислам, и они считают, ну, им очень тяжело интегрироваться, поскольку они считают, что ассимиляция означает отказ. Это ислам? Да. А можно вот второй слайд, там, на цель? Да. Манализировать концепцию расселения. Что это за концепция и кто ее раз? Что такое концепция расселения, с вашей представлением? Какие страны? Страны северо-грегоское поселение. Какие страны? Какие страны? Что в depends costs? Там все, кроме Таврополья, все. Капаратино, Болгария, Карачаева, Чиркизе, Иосентия, chances. В Чечне и Дагестане. 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 Павел Сергеевич.